Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В крепости Адиреев Азбадеша ведутся реставрационные работы. Freedom House обеспокоена сообщениями о бесчеловечном обращении с армянскими заключенными в Азербайджане. Защитник прав человека Республики Армения отреагировал на заявление главы МИД Азербайджана. Начался тур номинации на гуманитарную премию «Аврору». На севере провинции Хосака проходит акция протеста против турецкой оккупации. Тонны мусора были собраны с берега озера Ван и реки, впадающие в озеро. Юмри построят эко-город. Сегодня исполняется 100 лет композитору Эдуаду Мирзояну. Начались реставрационные работы в одноименной крепости в районе Адильяев Аз в провинции Багешно-Западной Армении. 3000-летняя история крепости Адильяев Аз, расположенная на берегу озера Ван в провинции Адильяев Аз и принадлежащей Араратскому царству, будет иметь большое значение для туризма в регионе после ее восстановления. Как богатое наследие, оставленное нам нашими предками в Западной Армении, мы должны уделять большое внимание таким историческим сооружениям, которые оставлены на произвол летописи. Кроме того, этот замок стоит увидеть с точки зрения красоты. Если есть возможность, обязательно рекомендуем побывать там. Freedom House глубоко обеспокоен сообщениями о бесчеловечном обращении и насилии в отношении армян, захваченных и задержанных Азербайджаном в результате недавнего вооруженного конфликта. Об этом сообщил Марк Берент, программный директор по Европе и Евразии Международной правозащитной организации. В заявлении, выпущенном в ответ на сообщения об армянских военнопленных и насилии в отношении гражданских лиц, задержанных Азербайджаном, Freedom House призвала власти Азербайджана активно поддерживать усилия Европейского суда по правам человека по расследованию утверждений о бесчеловечном обращении с задержанными армянами. Армянские задержанные в азербайджанском плену подвергались насилию и унижающему достоинству обращению, согласно сообщениям, распространенным в социальных сетях, которые первоначально были проверены организацией Human Rights Watch в марте, говорится в заявлении. Защитник прав человека Республики Армения отреагировал на заявление главы МИД Азербайджана, сообщается на странице омбудсмена в Facebook. 11 мая 2021 года министр иностранных дел Азербайджана заявил, «Инциденты, связанные с незаконным проникновением армянских военнослужащих на территории Азербайджана в конце ноября прошлого года, смерть и ранение азербайджанских военнослужащих в декабре являются военными преступлениями, совершенными против Азербайджана. В результате операции, проведенных азербайджанскими спецслужимами, часть армянских военнослужащих, проводивших провокационные диверсионные операции, была убита, а часть арестована. Расследование их дела продолжается. Учитывая, что речь идет о правах пленных армян, защитник прав человека Республики Армения констатирует, что упомянутое заявление министра иностранных дел Азербайджана грубо нарушает международное гуманитарное право, в том числе право человека. Абсолютную актуальность вопроса об освобождении заключенных необходимо рассмотреть в контексте политики ненависти и враждебности властей Азербайджана. Раунд номинации на премию Аврора World Humanitarian War 2022 начался, и гуманитарная инициатива Аврора объявляет о выдвижении кандидатов со всего мира. Как сообщает Армен Пресс, об этом распространило сообщение фонд IDA. Объявление было сделано во время специального мероприятия в Матанадарайне, когда по традиции были объявлены именно героев Авроры 2021. Миссия Аврора World Humanitarian War — признать и поддержать тех, кто рискует своей жизнью, здоровьем или свободой, чтобы спасти жизни, здоровье или свободу людей, страдающих от конфликтов, преступлений против человечества и других серьезных нарушений прав человека. Лауреат премии Аврора выбирается за его отвагу и целеустремленность. От имени выживших после геноцида против Армен лауреату вручается приз в размере миллиона долларов, знак благодарности тем, кто их спас, что дают ему или ей уникальную возможность продолжить цепочку пожертвований и поддержки организаций, которые помогают нуждающимся. До 31 октября 2021 года любой может подать заявку на выдвижение кандидатов, которые, по словам кандидата, преодолели серьезные личные проблемы, чтобы обратиться к другим. Герои Авроры 2022, номинанты премии, будут объявлены 24 апреля 2022 года. В городе Рас-Аль-Айн на севере провинции Хасака проходит акция протеста против турецкой оккупации из-за кризиса в сфере безопасности и тяжелых условий жизни. Митингующие осудили преступления Турции, продолжающие оккупацию в значительной части территории страны. Несколько сотен сирийских граждан собрались на митинг против оккупации. Стоит добавить, что ГЭС в провинции Хасаки уже больше недели не может вырабатывать электричество из-за того, что Турция забирает слишком много воды из реки Ефрат. Среди них две самые крупные в стране ГЭС – это Тапка и Тишрин. Напомним, после 2016 года вооруженные силы Турции провели три операции на севере Сирии, в результате которых в этой части Арабской республики в настоящее время дислоцируется несколько тысяч военнослужащих Турции. Санитарные бригады муниципалитета города Ванн Западной Армении очистили реку Керман, которая впадает в озеро Ванн от скопившегося мусора. Согласно заявлению муниципалитета, предпринимаются усилия по защите озера Ванн и передаче его будущим поколениям. Команды Департамента охраны природы собрали тонны бытового мусора с реки Керман до пляжа Финадельшавк. Мешки для мусора вывозили грузовиками на специальную площадку для мусора. В интервью arovo.m мэр Гюмри Самвел Баласанян сообщил, что в Гюмри будет построен эко-город. Инвестором будет Тодд Фабекер из Нью-Йорка, представляющий компанию Digital Pomegranate. Площадь Уригунда составляет 2001 гектар. Тодд Фабекер написал заявку, он хотел участок, мы думали отдать эту территорию. Тодд Фабекер приедет на заседание совета и представит свою программу и ее детали. Будут созданы рабочие места, появятся жилые кварталы, мастерские и художественные цехи, которые будут соответствовать культуре нашего города, сказал Самвел Баласанян. Сегодня исполняется 100 лет с дня рождения Эдуарда Мирзояна, армянского композитора, педагога, народного артиста Республики Армения, деятеля культуры и общественного деятеля. Среди замечательных произведений армянской камерной музыки – струнный квартет Армения, праздник и другие кантаты. Среди достижений армянской симфонической музыки – соната композитора для виолончели и фортепиано, симфония для струнного оркестра и товары. Автор многих других работ. Среди учеников великого композитора были композиторы Дживан Тертатавосян, Константин Орбелян, Авет Тертерян, Хачатур Аветисян, Роберт Амирханян и другие. По сообщению Национального центра камерной музыки, 17 мая состоится концерт в честь столетия Эдуарда Мирзояна, на котором прозвучат произведения композитора. В 56-м в 91-м годах XX века он был председателем правления Союза композиторов Армении, почетным с 1994 года. С 1977 года председатель фонда мира Армении, почетно с 2009 года. Эдуард Мирзоян скончался в 2012 году. А далее для вас Лида Закарян, Эльва Ес. Удар День, Яри Сиро, Верва Ес. Удар День, Яри Сиро, Верва Ес. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok